Всем привет! Сегодня мы с вами сходим и посетим семинар на конную темнатику. Работа в руках с лошадью. Ведущий семинара Сергей Рогозин. Вот сейчас идет теоретическая часть урока. Потому что профессия берейтер умерла в 1956 году, когда расформировали официальную кавалерию, как род войск. Эти кадры перекочевали в конный сбор. Картинка всем классная, красиво бежит лошадь. Мало кто понимает, каким трудом это все достигает. Куда начинается работа с лошадью, где она должна заканчиваться. После 40 километров она задравший хвост, пробежку бежит. В эту подготовку в обязательном порядке входило то, о чем мы сегодня хотим побеседовать. Что важно для подготовки лошади к любому абсолютно виду спорта. В любом виде конного спорта, правильно Саша говорит, в том числе конная стрельба, очень важна подготовка лошади, ее физический, психологический аспект. То есть, а начало, оно именно лежит с работы в руках. Кто больше, на что лучше лошадь ответит. Я бы сказал, что даже вот эта модель... Потому что мультштуку это долгий путь, довольно-то. Про то, что мы говорили, мультштучное оголовье. Не пугайтесь, модель на настоящее время довольно редкая. Это стандартный армейский вариант мультштука офицерского. То есть, офицерам выдавались такие мультштуки. Здесь все вот на клипсах. Все думают, что я тут шью? Вообще, самое начало лошади, да, это научить лошадку. То есть, мы приступаем уже непосредственно к развитию лошадки, да, потихонечку. Лошадь начинает хитрить, лошадь начинает волноваться, лошадь начинает идти, да, имеется в виду вот по одной траектории. Точно так же поворот. Мы можем приступать к более сложным упражнениям, да. Можно в любом направлении, без всякого напряжения для лошади. Я выложила вам небольшими кусочками видео, а дальше это была теоретическая часть семинара. Мы перейдем в манеж, где будет проходить практическая часть семинара. Переподготовка ведущего семинара Сергея Рогозина. И сейчас мы пойдем в манеж на практическую часть. Вот мы с вами пришли на практическую часть семинара. По работе в руках. Лошадь сейчас в водопад. Мы подойдем поближе и посмотрим. Вот Сергей Рогозин показывает практически на что и куда смотреть и как воздействовать на лошадь. За нами подсматривают. Вот еще подтянулись зрители. Олеся закуталась в одеялко. Как вы можете наблюдать, у нас проходит практическая часть урока. Если будут желающие, кто хочет попробовать походить и поработать с лошадью, им будет это предложено. Вот практическая часть урока. Теперь каждый желающий может попробовать самостоятельно поработать с лошадкой. У нас следующий человек пробует поработать с лошадью в руках практически. И как же семинар без перекуса. Обязательный перекус, чтобы погреться. Все замерзли. И семинар без печенюшек тоже невозможен. Поэтому будут печенюшки. Все, перекусим. Да, Сашка у нас тут кушать готовит. Вот, вкусняшка, картошечка, мяско. Да, я тоже буду кушать. Конечно, накладу. А что, ты меня голодной хотел оставить? Ох ты, блин. Я после шести не ем. До шести я ем все подряд. Все подряд. Ну, окей. Тогда мы дальше потом перейдем в манеж. Так, дальше у нас проходит вторая практическая часть семинара. Лошадку уже поменяли. И уже работа на кавессоне. Пробуем практически. Чуть не задавили. Следующий человек пробуем. Повторить все. Теперь Маша попробует. Саша вот привела следующего коня на семинар. Саша, что здесь за лошадь такая красивая? Русская верховая. Какая кличка? Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Вот Саша разминает, пока Сергей продолжает семинар. Вторая лошадка у нас уже готовится. Лайфхак, а ну-ка. Лайфхак, да. Ну, нужно, конечно, у нас не по размеру подогнан недоуздок. По идее, он должен повыше. Конечно, лучше кавессон. Сергей возвращается. И мы продолжим работу с третьей лошадью. Продолжение следует.